Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на чес комру с вами говорит гроссмейстер алексей армалинский разговор идет о турнире претендентов конечно который закончился прервался ну посмотрим что будет но партии то были сыграны в общем надо анализировать я двигаюсь потихонечку вот начинаю сегодня записывать ролики с партиями второго тура начнем с партии между фабиана каруана и кривом алексенко ну что можно сказать диаметрально противоположные позиции в прогнозах занимали противники в этой партии фабиана конечно фаворит номер один там рейтинга все понятно алексенко ну вот здесь особенно мне как-то из-за океана но видна была такая точка зрения что мол нечего было ему делать так это российские власти его пропихнули тогда в турнир ну в общем я с этим не соглашусь то есть согласно спортивным правилам кирилл в общем то попал в число кандидатов на вот это вот wild card ну и будет далее его ну собственно говоря что тут а что касается его игры ну в первую партию первого тура я уже разобрал вы наверное этот ролик видели но дебют не очень-то сложился у кирилла против грозного грызчука но в трудной ситуации в цветноте действовал кирилл просто отмена поэтому мы в этой партии хотя трудно конечно вторая подряд как-то я был не уверен чем как вообще дело-то обернется ну ладно давайте смотреть чтобы значит карлана начал ходом d4 что для него не вполне ожиданно хотя он конечно d4 играл но все-таки основной уход всегда был е4 кирилл пошел в защиту немцовича и вот тут ну просто вот фабиана обязательно должен противника удивить раньше он всегда играл вариант g3 либо сразу ходил уже три леса либо сначала кони в 3 там правда партии было немного но получается на этот турнир он приготовил такой ход ну то есть это вроде бы как земли что ли но другом порядке часто это просто переходит из одного в другое разумеется ход f3 мы помним делал алексей широв много он раз так играл там были партии с карповым разумеется незабываемые последнее время это шахрияр мамедьяров он очень серьезный вклад внес в разработку этого варианта было очень очень много интересных партий ну что ж в принципе кирилл разумеется был ходу f3 готов но не для этой конкретной партии он в принципе был готов то есть он разыграл все как и рассчитывал то есть вот отходим слону и здесь не не е5 как раньше игралось дискутировалось много раз но тоже конечно этот вариант не закрыт там есть на что посмотреть но более современное продолжение применил алексеенко он пошел ц5 вот получается у нас с вами такая пешечная структура но разумеется защищенную проходную до d5 мы видим чем она действительно пешки c4 защищена всерьез это не вам вам не какие-то позиции снова индийской где иногда белые приведут до 5 и потом эта пешка может даже оказаться слабой здесь конечно слабости пешки до 5 говорить не приходится и не придется ну вот у белых нет пешки на линии f но здесь по-разному можно смотреть на что но оптимисты скажут ну и хорошо будем атаковать по линии f более я не знаю реалисты пессимисты наверное их в одну группу можно причислить как-то будут волноваться достаточно хорошо прикрыт король особенно учитывая что игра черных будет развиваться исключительно по черным полям ну вот здесь значит слон е2 такой ход небольшое наверное уточнение то есть разумеется можно пойти сразу коня в 3 но тогда черные связывают поскольку слон этот им не нужен они играть будут по черным полям как часто бывает в беноне и всяких староиндийских структурах в общем-то задача этого слона выйти и разменяться за коня f3 были какие-то партии ничего особенного не происходит стандартные ходы вот так вот игралась партия между александрой горячкиной и григорием опариным восемнадцатом году в общем очень грамотно разыграли оба противника здесь и что ферзь е5 напали на ферзь h2 шах и здесь вот я не знаю воде f2 не было сыграно александр пошла слон g5 они вообще ходу повторили я подумал немножко об этой позиции ну собственно говоря наверное черные беспокоятся да если возьму на f4 то ну все-таки пешку д я надежно не блокирую но в эндшполе наверно ты не так страшно движение этой пешки мне кажется можно даже рассчитывать постепенно как-то ее окучить там и даже выиграть есть пример вот вспоминается знаменитая матчевая партия между спаским и карповым пример такого рода стратегии то есть в принципе черные могут здесь ну а 6 хоть неплохой ну и скажем пора наверное с и фразе разменяли я не думаю что здесь как-то уж очень ученым черным тревожно я думаю что все нормально ну что вот еще может быть припоминается партия с чемпионата россии три года назад играли сергей волков и никита витягов волков который кстати вариант c3 играет часто он пошел свон и в четыре здесь был сделан такой тактический ход ну естественно идея что если свона возьмут на свон d6 вскрытый шах и более важного свона белые потеряют волков решил его придержать этого свона даже отступил на е3 но фиде витягов очень сильно сыграл свон d6 вот теперь все конечно основано на шахе с h4 который весьма и весьма неприятен и а когда сергей рокировался то он просто зевнул здесь нашелся такой промежуточный удар пешки бить нельзя конечно слон f4 она взять а ферзи он черные выиграли две фигуры за ладью и легко выиграли партию ну в общем это все так разговорах вот свон е2 конечно нормальный здесь владея е8 но мы с володей добровым сидели смотрели на эту позицию на интересное конечно и ну предполагали наверное что черные все-таки займут поле d6 слону и что значит здесь добров не сказал он сказал вот что если по я пойти слон d6 то белые сыграют конь b5 и пойдут за этим слоном но будут сделаны опять же какие-то ходы те же самые да вот такая позиция ну перспектива конечно у белых есть если им как-то удастся ну или b4 двинуть или там слона на f4 поставить то блокады в общем-то нет надежной и не будет для этой пешки но чтобы достичь всего этого белым нужна очень кропотливая работа с насколько это такую позицию не возьмешь можно только себе напортить у черных очень активная фигура и конь может на е4 выйти в общем так развивалась одна партия кто-то тут играл лашкин против ерда кеско кстати в этом году не знаю где мы успели сыграть ну если кому-то это не по душе хочется что-то более основательного за черных я вот предложил ход а6 ну а 6 чтобы конь b5 не было теперь так ну вот здесь разумеется если черные расставиться ну по той же программе то ну наверное все будет нормально очень будет похоже вот на ту партию горячкой на опаре а если белые попытаются свон g5 чтобы конь е4 пойти тогда свон f5 можно пойти в принципе свон на f5 ставить неплохо отнимая поле е4 но вот это все расставили на этот ход отступили назад ну следующий ход наверное ферзь c7 да ничего особенного тут не происходит черным можно играть но ладно ладья е8 в какой-то степени казался может быть ход выжидательным да что вот выйдет белый конь на f3 тогда свон g4 но это еще можно было понятно здесь честно говоря кирилл меня потряс то есть он пошел конь d7 но сам по себе ход очень вызывающий все таки белые могут двинуть пешку вперед но самое главное было то что он продумал то есть вот уверенности какой-то ну не исходило от него по крайней мере мне так показалось ну естественно в общем то из нашей виртуальной кабины комментаторов но просто я не знаю я начал говорить про то что карпов вообще такой ход даже не рассматривал я говорил про то что если мы принесли бы тетради анализов что черных здесь хорошо он сказал бы спасибо распорядился бы чтобы человеку за все заплатили отправили домой и в общем но никогда такого хода бы он не сделал но я понимаю конечно что карпов ну это карпов но есть же и другие шахматисты которые ну смотрят на шахматы по-другому поэтому фабиана конечно двинулся вперед понятное дело ну пошел конь б5 но вот здесь опять же вот выступают комментаторы потом анализирует эту партию приводит одобрены компьютерами всеми варианты которые начинаются с хода ферзь б6 говорят отдавать качество черных хорошо но я спорить с компьютерами не буду я на эту тему уже говорил это бесполезно никто с ними спорить не может я попробую с человеческой точки зрения на это посмотреть ну очевидно что компенсация есть компенсация такая более игровая вот нет в этой компенсации какой-то такой ну я не знаю надежности стабильности что ли то есть она может испариться где-то вот фигурки подменяется и что будет но вот эта пешка одна на f7 за качество этого явно недостаточно две открытые линии в центре трудно избежать разменов нужно как-то сильно играть нужно создавать черными угроза это конечно можно было сделать домашней подготовки разумеется это можно было даже найти за доской я не настолько знаком с творчеством кирилла алексеенко чтобы утверждать что ему по силам такая игра или не по силам нравится не нравится но не знаю но во всех случаях если уже идти на это нужно было идти быстро и уверенно что противника показать а у меня все записано у меня все отлично иди забирай качество всегда же есть какая-то вот ну вот такая часть психологическая борьба какое-то давление надо оказать на противника если ты сидишь думаешь и тратишь столько времени даже если потом на это пойдешь честно говоря белые ну в особой панике не будут я не знаю рассматривать здесь варианты довольно бессмысленно но можете подвигать фигуры но я не знаю что там куда там играть конь а4 попробовать сыграть но это темпы конечно здесь у черных слон все-таки хорошо выходит на е5 не знаю может быть на d4 шаг а если так то на g3 белом не просто развить слона с c1 но это одна возможность можно конечно просто ферзь c2 пойти но я думаю что месяц честно говоря вам нечего показать если вас интересует посмотрите сами наверное я соглашусь разумеется что черными следовало уже так играть раз допустил пешку на d6 а вот последовал ход водя е6 но честно говоря после тяжелого продолжительного раздумья и ход то какой-то корявый такое но все равно вилка на c7 остается разумеется кирилл посчитал что он успевает напасть на этого слона отогнать его потом увести водью но белые то очень довольны что у них слон на а что ведь пешка на d6 теперь защищена говоря о такой позиции ну нужно вспомнить гарри каспарова конечно который очень такого рода позиции любил забил их очень здоровых играл его вообще методика была такая раз вот эта пешка задвинута вперед он говорил рад доску на две части разделили черные фигуры не могут помочь королю он всегда как-то ну не всегда но по крайней мере во многих партий замечательных ему удавалось развить атаку на короля вот это вот направление направление игры в нем и по этому направлению двинулся фабиана каруан он пошел сразу же 4 ну хоть на самом деле спорные в принципе можно было просто пойти ферзь c2 ну если слон g6 то то слона на можно поставить на d3 чем-то взятие на g6 неплохо бы для белых поскольку конь может зацепиться за поле g5 с которого будет уже не прогнать когда черные возьмут аж черные могут сыграть более агрессивно конь е5 тогда этот конь вернется но теперь значит провисает ладья то есть вроде бы надо ходить так начинаются какие-то взятия ну и что в итоге ну что же придется качество отдавать на пешку d6 невозможно терпеть она еще на d7 сейчас пойдет ну компенсация я не знаю но не выглядит она внушительной скажем так я думаю любой порт почел бы здесь играть белыми когда было сыграно g4 кирилл отреагировал таким же методом как он действовал против грищука но там в обоюдном цветнуть он решительно пожертвовал все бы хорошо но вот в отличие от грищука у которого на момент жертвы кирилла когда он две пешки отдал осталось там две минуты на все ходы у каруана это было наверное не знаю час времени а может быть и больше он играл в дебюте очень быстро и поэтому но трудно было его смутить объективно говоря у черных атак это нет они просто пытаются какими-то разменами выиграть это потом пешку на d6 играть с тремя пешками за фигурой ну вот так и случилось здесь ключевой момент партии наверное может быть последний ключевой момент партии кирилла было плохо со временем но все равно он конечно обязан был это в этом положении сейчас я немножко продвинуться вперед пойти коня в 6 вот течение партии показала что черным нужно было разменять одну пару легких фигур иначе белый атакует может быть кирилл просто не понял что каруана будет делать может быть он думал ну намечается размеры потом какая-то долгая реализация но это если даже так и было бы это все-таки было бы долго до помучатся бы пришлось нож как говорил товарищ сухов лучше уж помучатся вот но идея тут чем что если слоны в 5 но отвели водью подумаешь мы эту пешку забираем на до 6 и когда белый конь возвращается на до 5 его можно будет разменять но может быть не сразу может быть надо так сначала пойти даже ферзь д3 не так страшно можно идти с вунца 7 все держится размен состоится на этого коня кстати каруана сказал после партии что он так играть не собирался он сказал что он ждал хода коня в 6 и хотел ответить воде и 1 значит ну ценил коня на д5 но правильно конечно но это вот тот самый случай где будем мучиться не могу сказать что муж белыми так легко тут реализовать материальный перевес все-таки ну пешек останется две можно считать шансов на атаку уже значительно меньше после размена белопольного слона ну вот так вот а сыграно было к сожалению для поклонников алексеенко слон взял на д6 теперь конь д5 здесь уже разменяться невозможно коня в 6 зевает просто ферзь аш-3 пошел кирилл же 6 ему ферзь аш-3 сыграли теперь вот из-за этой связки там ладьяна c8 провисает ну в общем здесь по большому счету уже наверное просто проиграно разумеется ну белыми можно по-разному у них есть вот запас да этот лишняя фигура ее можно отдать развеется у черных будет много пешек но все-таки лишней фигуры не будет а король откроется может было даже сразу так пойти но конечно для фабиана это было необязательно здесь наверно увидел это все что довольно сильная атака тут зачем так играть он просто решил собрать все фигуры в мощный кулак и вот этот ход коня 4 это еще раз показывает надо было раньше меняться а теперь поздно уже но аж 5 это совершенно проигрывающий ход уже можно было еще каким-то корявым ходом ладья c6 держаться но я думаю вряд ли не знаю может быть ладья g1 можно теперь так слона на d5 но начинать как-то пробивать эту оборону на все-таки у белых столько фигур в атаке ферзь может на c3 прийти в общем здесь очень тяжело черным я думаю устоять бы не удалось но после аж 5 закончилось буквально в пару ходов конь на g4 конечно не удерживается фабиана таки отдал фигуру уже в такой ситуации вот его король на h1 но нельзя шаг дать нет поля d5 ничего не получается остановил кирилл часы очень тяжелое поражение очень тяжелое поражение в общем практически его в этой партии его было невинно ну а для были каруана это хорошая победа которая но вроде бы его должна была помочь ему разогнаться до крейсерской скорости но об этом мы будем говорить дальше в следующих роликах а пока спасибо вам большое за внимание с вами был гроссмейстер алексей ермолинский 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 ермолинский